Глава 36. Исход. 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 Глава 37. Исход. Глава 37. Исход. Глава 37. Исход. Глава 37. Исход. Глава 36. Исход. Глава 37. Исход. И сделал завесу ко входу с киней из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона узорчатой работы, и пять столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их с золотом, и вылил пять медных подножий. Глава 37. Исход. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, а ширина полтора локтя. И сделал двух херувимов из золота чеканной работы, и сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми крыльями вверх. И покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. Крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева сетим, длиною два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его. И вывел для него четыре кольца золотых, и утвердил кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шестые для ношения стола. И сделал шестые из дерева сетим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежавшие к столу, блюда кодильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник. Себель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветве, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветве. Так, на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, находящихся из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями, яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему, и из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева сетки, длина его локоть и ширина его локоть, четырехугольный, вышина его два локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, вверх его, и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделал два кольца золотых с двух сторон его. Сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. В шесты сделал из дерева сетим, и обложил их золотом. И сделал мюро для священного помазания и курения благовонное, чисто искусством составляющего массы. Глава 38. Исход. И сделал жертвенник все сожжения из дерева сетим, длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четырехугольный, вышиною в три локтя. И сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки, из меди, по крайней его, внизу до половины его. И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход, скини и собрания. И сделал двор с полуденной стороны к йогу завесы, и скрученного весона, длиною во сто локтей. Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во сто локтей. Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. Из западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. Крючки у столбов и связи их из серебра. Из передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей столбов, для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны по обеим сторонам ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из скрученного вессона. А подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром и все столбы двора соединены связями серебряными. Завесы же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона длиною в 20 локтей, вышином в 5 локтей. По всему протяжению подобно завесам двора. Из столбов для нее 4 и подножий к ним 4 медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром и связи их серебряные. Все колья вокруг скини и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скини откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов. Под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею. Веселеил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. И с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и вессоновой ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей. Сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меде же, принесенное в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в сик скинью, свидетельство и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скини, и все колья вокруг двора. Субтитры сделал DimaTorzok